Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать! Я Анна Хасина, психолог, и этим интервью мы открываем целую серию интервью, большая программа, которая называется «Очки, маска, две перчатки. Человеческий разговор с врачом во времена пандемии». Любезно согласились поучаствовать врачи, работающие с пациентами с коронавирусом из разных стран, из Израиля, Франции, Италии, Соединенных Штатов, Америки и так далее. Сегодня у нас первое интервью с Айком Барданяном, руководителем службы анестезиологии и реаниматологии французского госпиталя Симон Вейль. Айк, здравствуйте! Здравствуйте еще раз, спасибо за приглашение! Спасибо! Вы руководитель большой очень службы, в которую входит несколько подразделений, и я так понимаю, что вы один из крупных госпиталей, которые принимают пациентов с коронавирусом. Да, так и есть. После начала больших университетских больниц в Париже, когда принимали один, два, в самом начале первые больные, а потом, когда пошел уже поток, два больших очага, один в востоке Франции, второй в северо-западе Париже, уже люди начали серьезно подумать, и мы получили указание, готовится возможный поток больных ковидом. И у нас было, так скажем, относительно время подготовиться, подготовились в течение 10 дней. И так, когда уже ровно месяц назад мы начали принимать первых ранних. Но дело в том, что, я говорю первых, это была такая эйфория, принимали, а потом через два дня такой поток пошел. Мы сами удивились такое. Если первые, где мы приняли ранних, наши первые больные, ровно месяц назад, в субботу, месяц назад, уже 5 недель идет, а через три дня уже было 10 больных. Понимаете, такое было ощущение, вот эта волна, как и пошел. Да, есть и даже прием покоя, как мы говорим, у Жан-Си было там стандартно 100-120 больных в сутки, вне ковид-то до этого. Пошел через неделю, после этого было до 450 больных проходили через прием покоя, и через неделю мы поняли, что наша возможность, даже реанимация, 18 коек, до этого было всего 10, а возможности 18 коек, это не будет достаточно. Несмотря на то, что мы заранее подумали о возможности сценария, самые худшие сценарии, заказали аппараты ИВЛ и так далее, но это было в такой степени быстро и неожиданно, несмотря на то, что мы готовились, но все равно приходилось все время корректировать и так далее. Так что это был период действительно очень-очень большого стресса, потому что, во-первых, никто не знал, что это такое, как это появится. Сейчас больше экспертизы, сейчас более понятно. Конечно, мы практическими шутами уже стали достойными экспертами, потому что мы уже хорошо знаем болезнь, хорошо знаем лечение, хорошо знаем организационную точку зрения, где мы могли бы еще лучше сделать. Поэтому то, что было в Китае, я уже говорил, они практически никакой информации не дали. А мы почти сразу после Италии, итальянцы были такой тоже самое врасплох попали, и у них некогда было тоже, вот как сейчас я сижу и разговариваю, и не было некогда было нам объяснить или дать информацию. Поэтому нам приходилось сами открывать эту патологию и организационные вопросы и как-то садаптировать по дням, даже по часам это приходилось. Допустим, начали через три дня, мы подумали, что если так пойдет, надо заранее думать, организовать врачебные службы по-другому. А как по-другому? Допустим, учитывая тяжесть этих больных и возможность расширения, вместо одного листа дежурства, один врач и один интерн, мы сделали сразу четыре врача и два интерна параллельно, чтобы вот эта волна, которая пришла, чтобы мы могли как можно достойно и хорошо принимать, а то оставить одного бедного врача, и поток идет, идет больных, это невозможно, конечно. Но, конечно, мы это хорошо предвидели, организовали, начали дежурствовать, и все, другое реанимация... Ай, на сколько продолжается дежурство, сколько смена? Врачи 24 часа, медперсонал, парамедикал, это 12 часов, то есть два раза. Насколько, по вашему опыту, 24-часовое дежурство эффективно? Я сталкивалась с мнением, что за 24 часа полностью врач истощается, собственно, за 12 часов уже полностью истощается, устает, и крайне тяжело ему дальше эффективно работать. Это смотря какой организации внутри занимается. Если один врач следит за 20 больными, то, конечно, он будет истощаться, как вы говорите, а если, как мы организовали, что даже днем у него будет всего 6 больных организовать следы, потому что дневное время мы добавляем еще врачи, еще интерны участвуют, а наши интерны, это, так скажем, беспредименительные врачи, они очень высокого, скажем, подготовки. Поэтому, если врач оставит один на 25 больных, это истощение будет через 6 часов, а если правильно организовать, распределить работу, то они будут нормально работать. И я действительно могу сейчас сказать, что после месячного, так скажем, опыта, я очень доволен, все они очень довольны, не только работа 24 часов, а потом следующий день, это обязательно мелодия во Франции, а я еще добавил еще один день отдыха, чтобы люди восстановились хорошо. И я поверю, это не только физическое восстановление, это очень важно было психологически-мориально, потому что это было очень трудно видеть этих людей. И когда говорят только старики, нет, это неправда, и молодые ездили. Люди приходили в этот прием покоя, они надо иногда очень быстро реагировать, интубировать, подготовить быстро один за другим, потому что это ужасная болезнь, когда вот пневмония, вот как говорят, двусторонная пневмония вырос. Это так звучит, а когда развивается очень быстро, люди вздыхаются, затихаются. Это ужасно смотреть, как они такой гипоксией, они смотрят на тебя, как ждут. А я не говорю о том, что вокруг и умирали люди. Это, как я сказал в первый день, это как война, военное время, и людям надо было реагировать, поэтому я решил, так скажем, организовали так, закрыли все операционные, конечно, освободили все анестезиологи, реаниматологи, все взяли персонал и организовали вторую реанимацию, там медсестры стали, наши анестезисты, операционные медсестры, все в его и персонал, мы организовали это. Дело в том, что в реанимации считается 80% успехов лечения больного, это зависит от парамедикалов, медсестров и так далее, потому что они постоянно контакты. Хватает ли медсестринского персонала? Кто, извините? Медсестринского персонала хватает, медсестер? Вот я это говорю, у нас была реанимация очень хорошая, и он свои специфические, а пусть чтобы организовать за несколько дней, приобрести операционные сестры, анестезисты подготовить на реанимацию, это было очень нелегко, но мы все организовали, они пришли добровольно, вне рабочего времени, на подготовку. Таким образом, вначале было достаточно, скажем, трудно, но они очень быстро садаптировались и смешали там группы, допустим, два медсестры, один настоящий реаниматор, другая это анестезист, они вместе работали, поэтому сходу мы подготовили этот персонал тоже, вот так, и потом они сейчас даже шутят, так они привыкли реанимацию, даже забыли, как в операционном видеоработе там. Расскажите, пожалуйста, про средства защиты. Это вопрос очень важный, потому что, что я вижу сейчас в российских медиа, там показывают вот этот комбинезон, эти противочумники, как вы говорите, или там, мы говорим дискосмонавты, это, в самом деле, не так уж необходимо с точки зрения, медицинской точки зрения, может быть, это впечатляют, но абсолютно они не нужны. Мы подготовились к нашим врачам-гигиенистам до того, когда я сказал 10 дней, у нас была возможность. Главное, мы объяснили и дали правильную информацию, то есть, что вот так есть. Понимаете, Ань, вот прямо сейчас все врачи и медсестры России сделали... Извините. Я говорю, что прямо сейчас все врачи и медсестры России выдохнули в огромном удивлении, потому что, ну, вот то, что вы сказали, это звучит как какая-то совершенно крамола, как это не нужны, вот эти противочумные костюмы. Дело в том, что, к сожалению, Россия только начинается, что еще долго путь придется пройти, а мы уже выходим из этого, я, так скажем, могу график показать, потом об этом расскажем, и наш опыт показывает, что это комбинезоны, подгузники, что показывают китайцы, это абсолютно не нужны, это необязательно, это уже чересчур. А наши врачи и одеваются то, что надо для защиты, и особенно во время контакта с больным, а потом, они раздеваются, переодеваются, идут домой, и до сих пор ни один из моего персонала, ни один не было идентифировано как позитив, потому что мы следим за ними, что они следили вот именно тот момент, когда они будут контакт с больными, чтобы они достаточно хорошо соблюдали правила безопасности. Остальные врачи, как я, может быть, фотографии потом покажут, сидят нормально, ординаторски пишут там досье, медсестры могут ходить в коридорах нормально, без всяких токи-воки там разговаривать. Без ракций. Абсолютно, абсолютно, это неизместно. Особенно меня удивляет, когда они закрывают определенное пространство, даже инфекционные точки зрения, это очень опасно. Я не говорю о том, вы, наверное, об этом будете говорить, чисто психологически моральной точки зрения, потому что закрытое пространство, это создает определенную искусственность, концентрация вируса, если это есть у кого-то. То есть он не будет выходить, не будет в это помещение выходить, допустим, если нет отрицательного давления в комнате или коридорах, это вирус останется в этом закрытом пространстве. А люди ходят там, и таким-то образом, если один заразился, будет заразить другим. Понимаете, что я говорю с точки зрения, когда закрывают карантин больных, больных врачей закрывают там и так далее, и так далее. Звучит это, конечно, совершенно удивительно. Я попрошу нашего технического специалиста показать сейчас фотографии. Айк прислал фотографии, как в действительности выглядит жизнь красной зоны французского госпиталя. красную зону или, ну, конечно, туда входят через баджи врачи, которые, персонал имеет право, но они могут выйти, зайти, выйти без всяких особенностей. То есть нет никаких разграничений прав допуска, любой медик может зайти в красную зону и выйти? Да, да, это любой анестезиологи, рематологи, все, которые работают в моем сервисе, допустим, определенные, инфекционист может выйти, лабораторный врач может это получать. Ну, дело в том, что сейчас, если честно, мало народа в больнице, все в своих отделениях своим делом, все занимаются этими, так что никакого, так скажем, запрета нету практически. Я не говорю парамедикам, поскольку это два отделения, хоть и рядом, они приходят с одной к другой, там, материалы переводят, там, или там персонал идет с другой стороны помогать и так далее. Таким образом, никакого, скажем, такого красного-черного янизона, там, или так, одевания такого сильного комбинезона с закрытием, или там бахили, вообще я не понимаю, почему бахили, в чем это заключается. Ну, или, наверное, понимаешь… Не используйте бахилы. Зачем? Что вирусы ходят по полу и могут через штани подниматься, что ли, потом нос попасть. Это не смешно, это просто мне смешно, когда вижу это. Люди должны знать, инфекционисты знают именно точно, как передается вирус, и какой ситуацией он может передаваться. А так одеваться там… И вопрос в том, сколько они держат эту маску, сколько они держат эти перчатки, как две пары перчатки. Коллега писала из Москвы, что они одеваются сразу три, а что этот вирус, как шахтер, он пробьется через одного, через второго, а потом через третью попадет человеку, бессмысленно это. Перчатки нужны только для того, чтобы одноразовый работал, выбросил, уже чистил, вот так. Вот эту зону закрываем в эту пространство вокруг бомера. У нас среди врачей и медсестер до сих пор бытует очень большой страх заражения, что они заразятся и потом, вернувшись домой, заразят своих близких. Как вы проводили инструктаж или обучение среди своего персонала? Они правы в этом, потому что не хватает правильной информации. Людям надо объяснить и дать обоснованную, так скажем, доказательную информацию. Дело в том, что я сказал, мы сделали два больших собрания парамедикала и объяснили, я лично объяснил по этапам, что и как это должно пройти. У нас как врачи, как и парамедикали приходят на работу, определенная раздевалка, где все лишние вещи оставляют, а переодеваются в больничном пижаме, там реанимация зеленая, если синие, это люди, которые из операционного блока, поэтому есть два разных цвета. И они одеваются в больничном, а потом, если есть, ну маска, конечно, FFP2, я по-французски хотел, есть, они носят и меняют это каждые 6 часов. Вот это важный элемент, это не то, один на три дня. Нет, вот в чем и проблема будет. У них есть FFP2, который основной путь заражения, защищается они. И они знают, что каждые 6 часов получат новый, потому что маска сам после 6 часов используем, становится уже пробиваемой, так скажем. А остальное, когда они входят, вы увидите там подготовку медсестры, которые идут к больному, вот одеваются еще больше, там, перчатки, очки, там, халаты там одноразовые, там, входят к больному. Определивая манипуляция, они выходят, это все выбрасывают, одноразовые перчатки, вот одноразовые халаты, очки стерилизуются. Там ест многим, чтобы не выбрасывать, и все. А потом, в конце дня, допустим, это все, она разденется там отдельно, в то, что у него пижамы и так далее. Моются, ест душ, если они хотят душ принимать, а потом отдевают свои лишние вещи, с другой стороны выходят, выходят и идут домой своим. Некоторые рассказывают, они боятся, там, все-таки отдельно спят, там, допустим, ну, это кто кому как, но то, что они идут домой, это очень важно, очень важно. Давайте как раз поговорим про психологическое состояние сотрудников, врачей и медсестер. Вы упомянули, что, ну, такую большую психологическую нагрузку создает текущая ситуация, как с точки зрения страхов, так и с точки зрения сопереживания пациентов. Я вам скажу, когда начался вот этот первый пациент прийти в первое собрание, такое было, скажем, такой патриотизм, все говорили, шеф, мы пойдем, мы скажите только что надо, все добровольцы ворвались вперед, они понимали, что, потому что тревожные новости из Италии поступали каждый день, мы уже поняли, что и нам это ждет. И люди вот этот, скажем, так я могу сказать, патриотизма, все они поняли, что это не мне касается, не ему, а вот всем это касается. И вот очень, очень важно и легко. Но при этом мы их информировали, готовили, что в чем будет трудность их, и возможно заражение предупредили. мы честно говорили, в какой-то степени. А когда пошла волна, они не реализовали, стресс был очень высокий. очень. Действительно видят, не только бабушки, дедушки, маленькие, привозят, надо интегрировать, там уже поздно провожать и так далее. Или там, я не знаю, молодых, как стихаются, надо быстро принимать решение. Но в первое время такое было, скажем, эйфория, они так бросались вперед, работали, работали. Только через неделю стали они реализовать, в какой степени это страшно. Понимаете? Но все время мы, я и свои заместители врачи, мы работали с ними, провожали, дали возможность, скажем, поменять ситуацию, чтобы они не остались такой степени из-за постоянного стресса. Это очень важный элемент. А что вы делали? Психологи работали с врачами? Они всем дали возможность с психологами работать. Если постоянно, и по телефону можно, и можно записаться, идти, а потом создали даже специальные релаксационные комнаты, если желающие хотят идти расслабиться, там определенная терапия, там нетрадиционная, скажем, там релаксационная, там музыка, там и так далее, и так далее. Но при этом все, странно, может быть вам кажется, они не хотели туда, они хотели остаться в отделении, они хотели остаться с больными. Это такое, даже немножко трогательно. Но при этом, да, я, как руководитель, я даже моих интернов, так сказать, ругал и гонял, говорю, идите домой. Мне все, мы хотим остаться. Нет, потому что это, они это связь собирают, потом держат, держат, пуф, они поупадут. Я это не хотел, я каким-то образом хотели защищать, чтобы определенно было, как скажем, период немножко отвлекаться от больных и от ситуации. Были там разные, потом пошли аплодисменты там врачам, наша полиция подъезжает два раза в неделю, сиреники участвуют в нашей части. Это все людям дает такую психологическую поддержку. Я не говорю, я показал, там, дети отправляют фотографии, там, как они за нас болеют, поддерживают. У меня даже внучка из Москвы отправила мне рисунок. Это очень, очень трогательно, действительно. Это очень трогательно, конечно. Это дает действительно очень большую силу. Когда первые начали в моем здании аплодировать, мне было очень трогательно. Мне записки пишут на машину, что благодарность, поддержка. Мы идем, я не говорю, уже месяц нас кормят в лучших ресторанах. Они все рестораны привозят всякие еду, там, фрукты отправляют. Это все. И я не говорю, еще элементы, допустим, в коммерческом центре специальные часы открывают для работников больницы. Это все поддержка народу. Магазины, вы имеете в виду, какие-то? Да, да. Там, ну, еда и так далее. Все. И все это поддержки, людям это помогает. И это невероятно приятно и трогательно, и очень поддерживает медиков. И рестораны, и службы доставки еды доставляют еду, кормят медиков, рисуют. Макдональдс и, по-моему, какая-то еще сеть заправок сделали бесплатный кофе и так далее. То есть, я так понимаю, во Франции тоже это достаточно распространено. Но при всем этом очень-очень важна поддержка семьи. И врачи, парамедики, одного там получилось, что двое, у меня врачи такие, молодые женщины, семья осталась в Тунисе и закрытые, они страдают, так скажем. И не чувствуют это семьи рядом, и это мы постараемся как помочь и так далее. И вот поддержка семьи, идти домой, там хотя бы детей увидеть, хотя бы с семьей остаться, покушать. Ну, они каждый по-своему домой идут, маску носят, чтобы на всякий случай, если даже бессимптоматически, но при этом закрывать в больнице не надо. Я писал немножко другое, я сказал, показывая, как будто они герои, мы их из этого сделаем жертвой. Не только будут заражены, а потом психологически им будет очень долго восстановиться с этого, выйти с этого ситуации. Очень долго, к сожалению, и по крайней мере, ВОЗ бьет тревогу на тему, что сейчас медики находятся в стрессе, и мы прогнозируем, что до 50% врачей и медсестер будут испытывать посттравматическое стрессовое расстройство по окончании пандемии. Пандемия сравнима с военными действиями. Я тоже читал, это именно поэтому, так скажем, китайский военный метод, закрывать всех и подгрузник ходить, а сзади автоматом пугать всех, и воспринимать это как лучший метод остановки распространения, это неправда. Вот сегодня поступило, что Юхани, они пересмотрели свои смертности, вдруг в три раза больше стал, когда все критиковали, что это нереально, что они публиковали другие цифры, что сколько смертностей и так далее. Понимаете, поэтому воспринимать это как, их удалось, мы тоже можем так сделать, это неправда. Это была отдельная организация, а в России большая страна, огромная страна, в разных регионах организовать так будет очень трудно. И врачи должны чувствовать это, в первую очередь, психологические поддержки своей семьи, свои родственники. Конечно, она очень сильно переживает, но при этом я чувствую поддержку каждый день. Конечно. Простите, знаете, какой вопрос хотела задать? Вот вы упомянули, что пациенты ухудшаются, бывает такое, к сожалению, несмотря на все эффективные действия врачей, и ухудшаются и пожилые пациенты, и молодые, и умирают. Вот, ну, очевидно, сейчас ситуация такая, что смертей в среднем, в пересчете на одного врача, анестезиолога-реаниматолога, становится больше. Это большая психологическая нагрузка и стресс. Как с этим справляются врачи? Что способствует? Дело в том, я вам скажу сразу, это не число смертностей, так скажем, давит стресс, а каким образом они умирают. Понимаете, это, я сказал, это очень трудно принимать решение бабушки, дедушки, оставить их умирать. Понимаете? Потому что мы знаем, что они не видят, не будем аппарат ИВЛ использовать этим, будет очень сильный стресс. Мило у меня утренний стаффин, даже коллега, не видишь, заплакал, говорит, мне так жалко их. Я это понимаю, но говорю, мир на войне. Я так-то, как военеры, они все издевались, ну, не издевались, шутили, что я советские военные, там, типа так, организационной точки зрения. Но я поддержал их, ну, к сожалению, мир в таком состоянии, когда будет очень большой поток. Нам приходилось выбирать. И если первый наш пациент был 81 год ему, а потом средний возраст упал очень быстро на 58. Понимаете? И поскольку потом статистика вышла, все возможности, мы знали, что это очень трудно, и смертность очень высока и так далее. Я не говорю о домах престарельных, ужасные вещи происходят. Во Франции очень высокий средний возраст, и они почти 700 человек, 700 тысяч человек находятся в домах престарельных. И они очень, я очень сильно боялся, недалеко было, есть дом престарельных, получили очень тревожную ситуацию, как был ковид, и там почти половина умерли. Это ужасно. Вот это они, когда увидят люди, умирают, а когда молодец и стыщение приходит, они не могут решать. Они еще как будто смотрят, как будто отвечают, но мы, когда смотрим данные, они уже как будто ниже лимита человеческого. Это все очень высокий стресс. Понимаете? Мы дичим 36, 78 полностью во все время. Одни и те же самые патологии. Понимаете? Это не разное. Поэтому как будто с одной стороны легко, но с другой стороны это очень трудно, потому что не знаешь, как это выявится. И люди, врачи от этого стресс еще сильнее. Вроде я знаю, а одновременно я ничего не знаю. Понимаете? И особенно я говорю, когда видят, как они умирают. Вот это немножко по-другому. Что вы делаете, как организатор здравоохранения, как руководитель этих людей? Как вы работаете на минимизацию последствий такого страшного стресса? Ну, как я сказал, если честно, первые две недели у нас не было времени на этом, честно говорю. На это время не было. Бегали все стороны. Так, надо организовать аппараты, там, в соседних больницах собрать или там операционную спустить. Все были так под шоком. Как я сравниваю, если у человека перерыв на ноги, он в первую очередь сначала не чувствует боль. Это боль потом он не чувствует. А после шока мы то же самое были. Мы не поняли, что так, скажем, в шоке работали, организовали. А когда потом это уже как-то уже вошли в это русло и чувствовали, как это трудно. И, в первую очередь, я как руководитель, мы индивидуально, мы как врачебные точки зрения, так и парамедикалы. Как наша главная сестра, как это, старшая медсестра идентифировали люди, которые вхожили, были хрупкие. И мы вытаскивали их, дали возможность отдыха больше и там другое. Даже был очень хороший готель рядом, предлагали бесплатные ночевки. Мы отправили двоих врачей туда на две сутки спа и так далее на отдых, чтобы восстановить, потому что это важно. Конечно, не всем, конечно. Это те, которые эмоциональный шок был для них очень важен. Понимаете? Вот так-то как индивидуально подходили к каждому. Потом, скажем, черный врачебный юмор, там, шутить, там, выйти там вместе. Вы обещали признаться, когда мы связывались с вами в рамках подготовки этой передачи. Я задала вам вопрос, что первое вы сделаете по завершении эпидемии, по выходе? Вы знаете, как-то мне сказали, сейчас ситуация уже почти 7-8 апреля стабилизировалась, уже третьи сутки идет спать. Мы так, в принципе, рассчитали. Это какое дает, так скажем, сложно. Можно выдохнуть немножко. Да, выдохнет. Вот поэтому за полтора... Ай, когда все закончится? Что первое? Вот полтора дня я первый раз дома, поэтому... Короче, мне спрашивают, что будем делать, шеф, как будем... Надо большой праздник организовать. Я говорю, когда первый и последний больной из COVID-19 выйдет... Я знаю, там идентифицировали четыре, два женщины и два мужчины, не пьющие врачи. Они будут лежать в субботу, а мы все будем там гулять. До такой степени, если вдруг будет алкогольник, кома, чтобы они нас интубировали. Вот такой праздник будет. Они все смеялись, аплодировали, дальше ждем этого дня, чтобы сделать большой праздник. Вот это мы очень-очень ждем этого дня. Вы представляете, такой был шок, это был кошмар. Мне спрашивают, а вы боялись? Конечно, я боялся. Ай, спасибо вам огромное. У нас передача к концу подходит. По ощущениям, куча тем осталось, которые хотелось бы обсудить, но уже эфирное время не предполагает. Спасибо вам большое-большое спасибо. Пожалуйста. И в конце я просто еще раз хочу сказать коллегам, будьте осторожны. Лично ничего не надо. Лучше враг хорошего. Сделайте вашу работу хорошо, защищайтесь. И все будет хорошо. А людям, которые не врачи, которые нас слушают, оставайтесь дома. Этим вы поможете нашим коллегам, чтобы спасти тех, которые уже заболели. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение.